24 ноября Университет Лобачевского стал площадкой для проведения первой всероссийской научной конференции «Революция и эволюция. Модели развития в науке, культуре и социуме», собравшей для участия ведущих специалистов по истории, философии, социологии из нашей страны и из-за рубежа. Самая главная задача, я вот так скажу, не праздновать революцию, а развивать философию в Нижнем Новгороде. Поэтому мы просто решили собрать такую большую конференцию, которую раньше кафедра философии не собирала. И сделать это, пользуясь хорошим поводом, все-таки столетия русских революций – это резонансный такой момент, это дата, которую как-то надо отмечать. Но мы решили по-своему, по-философски к этому подойти. Без политики рассматривать теоретические вопросы. Поэтому конференция называется «Революция и эволюция. Модели развития в науке, культуре, социуме». Столетие революционных событий в России в контексте дня сегодняшнего волей-неволей заставляет обратиться к переосмыслению революционных идей. Эта тема, актуальная всегда, особенно острое звучание приобретает именно сейчас, в условиях стремительно меняющихся очертаний современного мира, где ключом к пониманию актуальных трендов и явлений становится сопоставление и анализ революционной и эволюционной моделей развития. Темы вечные, но эпохи меняются и меняются люди. И, соответственно, мы можем обсуждать одну и ту же тематику, одну и ту же проблематику. Например, проблема человека или проблема развития в средневековье, в 2017 году. Это несколько разный объект изучения. И мы, так как мир меняется, мы сами вынуждены меняться, и мы меняем наш взгляд на вещи. И вот обсуждение этого взгляда на вещи, оно всегда будет актуальным. Тем более, если мы говорим о философии, которая пытается смотреть чуть глубже, пытается проникнуть в истоки явлений. С одной стороны, говоря о каких-то сущностных вещах, а с другой стороны, говоря о максимально актуальных проблемах, которые важны здесь и сейчас, в 2017 году, в России, в мире, где угодно. То есть конференция – это не только про науку, но это и про общение, это абсолютно очевидно. Философское переосмысление феномена революции во всех его измерениях – социальном, культурном, научном, технологическом, антропологическом – определило и тематику выступлений участников конференции, затрагивающих вопросы развития человечества и цивилизаций, основные этапы, направления, исторические вехи и особенности, поворотные моменты, а также научное осмысление и выявление закономерностей в иногда, казалось бы, хаотичных событиях и явлениях. Никогда не следует принимать общие формулы. Надо всегда смотреть конкретно, что именно имеется в виду под революцией, под эволюцией. Это дело конкретного тщательного анализа. Сейчас, несмотря на то, что мы плаваем в океане информации, в этом океане очень трудно найти правильную навигацию. И общение между людьми, особенно разделенных расстояниями и возрастом, лучше всего и точнее всего определяется в таких встречах. В этом я вижу самое главное практическое значение. Ну и, конечно, обмен идеями. И если таковые имеются, то непосредственно общение дает возможность сходу улавливать основную мысль того или иного мыслителя. Я считаю, что эволюция происходит натурально, естественным путем, а революция случается. И поэтому, в общем-то, основной вопрос как раз к революции, да, основной интерес вызывает революция, поскольку вот этот вот момент события здесь важен, да, каким образом оно производится, как это случается. Сфера моих научных интересов — это социальная эпистемология. И меня эта конференция заинтересовала тем, что действительно существует в науке проблема. Проблема, с одной стороны, того, что вот научное знание, оно развивается и развивается, весьма активно, да, и накапливается. С другой стороны, ему постоянно требуется некоторое осмысление со стороны, в том числе, общественных наук. И вот сегодня, я считаю, как раз возникла вот эта ситуация, что люди, которые выступают на этой конференции, да, они занимаются не только историей производства научного знания, но и осмыслением того, как это знание осмысляется в истории. И вот это, конечно же, вот тот вопрос на конференции, который меня заинтересовал и кажется мне сейчас весьма важным. Вечное противопоставление эволюционной и революционной моделей развития — это неиссякаемый источник всевозможных научных, культурных и философских идей и поисков. Но смысл конференции — это, по сути, само общение ведущих ученых, в процессе которого, возможно, как раз и зарождаются будущие открытия, меняющие наш мир. Всякая научно-теоретическая конференция — есть элемент образовательного и научно-исследовательского процесса. Если нет этого элемента, все остальные тоже не работают, понимаете? Люди должны делиться своими идеями, обсуждать их. Из этого вырастают публикации, из этого вырастают учебные курсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова